да но действительно сейчас я заделался в детские писатели неожиданно для себя обнаружился детским писателем я на прошлом рассказывал да как смешно это было ну ладно не буду рассказать а вот значит да и вот соответственно идея состоит в том чтобы про мозг рассказывать меня знаете я в свое время когда еще написал книжку счастлив по собственному желанию вот и люди читали они говорили это все надо изучать в школе вот ну на самом деле практики борьбы со стрессом с тревогой с напряжением с раздражением и так далее действительно школе изучать имеет смысл вот поэтому но сейчас мы вновь ходим новое время в новое время в котором надо начать хоронить вещи которые раньше мы не то что не хранили мы про ее существование даже не особенно задумывались потому что раньше что вы знали про свой мозг что бывает сотрясением его я думаю это основное знание было про мозг все у тебя никакого знания у нас про мозг не было и мы так считали ну какая-то как аристотель он вообще считал что это какая-то кашица лишняя в общем уберешь нормально все будет вот кстати вот этот кейдж которым попало это у него знаменитый такой взял лом значит и там был порох и он значит спунт железнодорожные пути этим ломом и этот лом ему так звезданул и в глаз один влетел отсюда вылетел лом такой металлический насквозь он стал такой отряхнулся и пошел воспоминание свидетелей потому что в мозг действительно такая штука что вы можете какую часть вообще потерять и даже не быть в курсе что такое дело вот и аристотель считал что там все вообще лишнее все и действительно там же у них они же были все время в голову ломали вы были в музее там мечи медные всякие медный каменный век медный какой-то бах куску немножко вытекла мозга они обратно закомплектовали и давай дальше же если нет инфекции то выживаешь кейдж выжил ну вот несмотря на то что потом работал этим клоуном вот и у нас все время отношение к мозгу было такое очень посредственное мы как-то не думали что на самом деле ой смотрите да будете да что есть что мозг это и есть мы и все что с ним наша судьба ну и даже в большей степени наша судьба то какая у него будет генетическая природа потому что мозг понятно генетически детерминирован и не все мы рождаемся одинаково с одинаковым мозгом но вы рождаетесь с разной внешностью почему вы считаете что вы рождаетесь с одинаковым мозгом он изначально дальше он формируется в разных условиях средовых завод и воспитание стимульный материал который на него воздействует социальные отношения в которых вы оказываетесь все это по сути делает ваш мозг таким какой он есть и происходит это долго это длится до 25 лет вот а после этого такое закончили фрамира формирование начинай пользоваться это ирония что все начинают пользоваться как-то уже после они до этого могут быть сколько угодно разумными и прочее но пользоваться им начинают польши и дальше я почему говорю что почему это с детством важно потому что то что мы посадили то потом то и пожинаем тот мозг который формировался в детстве это по сути дела то что что будет с вашим ребенком дальше у меня главный message книги и счастливый ребенок на то наплевать на это наплевать ну и еще на что не наплевать то это на распорядок вот там еще на всякую вот но самое главное это научить его чувствовать себя счастливым научить испытывать любопытство это странно но вообще все эмоции обучаем и вот мы учим своих детей мы им говорим ну то есть понятно что там есть нейрофизиологический и физиологический базис но мы же говорим ой больно больно его ю ю ю ю и больно больно сейчас подую вот вы по сути дела формируете целый комплекс нейронных связей обуславливающих определенную реакцию в которой есть но чувство боли вы собаку случайно долбанете дверью она же не бегает после этого с демонстративным видом что вы вообще просто а тут человеку случайно на ногу наступил и он ходит в образе уже три часа понимаете это же надо до добиться такого на вот то есть мы обучаемся в чему включая эмоции и самые главные эмоции которые мы должны научить своего ребенка это радость а самый главный навык который мы должны сформировать это навык социальных взаимодействий нам важно чтобы у ребенка сформировался очень сложный и очень такой нетривиальный способ коммуникации с другими приматами вот потому что приматы вообще существа с норовом вот такие непростые вот и мы они вот и соответственно мы тоже снова вам непростые и нужно учиться взаимодействовать если раньше взаимодействие как бы входило в маст хэв потому что от того как ты взаимодействуешь с другими людьми в значительной степени зависели все твои блага все твои возможности там и так далее потому что если ты ни с кем не разговариваешь и у тебя нету интернета у тебя нету онлайн-курсов у тебя нету youtube а там это всего этого и тогда ты ни с кем не разговариваешь что ты был какая у тебя будет так сказать будет дефицитарно чтобы что-то там появлялось надо было с кем-то взаимодействовать вот и у нас была потребность взаимодействию с другими людьми у нас потребность было выстраивание с ними отношений при которых они нас будут поддерживать то что сейчас мы можем обратиться за любым сервисом я сейчас думал недавно вот раньше советском союзе всегда были люди которые до зарплаты умудрялись сохранить какие-то деньги и эти люди были на вес золота потому что были другие люди которые не могли до зарплаты сохранить эти деньги и они все время к моменту когда вот там возникает этот вот разрыв они с друг другом эти люди не обязательно коммуницировали и это было не просто не сказать так сказать да и три рубля продержится был целый ритуал поймете прийти и долго поныть там почему не походить по потолку рассказывать там и так далее понятно что тебе не верят и думает опять пришли нет чтобы там вот это короче говоря была большая социальная жизнь по любому поводу к нету кредитных карт нету доступной информации нету того нету сегодня этого 5 необходимость социальности есть и вот наши дети сейчас оказываются конструкции что им нет нужды в социальности потому что они всю информацию могут получить у нас в какой-то момент на потоке в школьном был классный четвертый появилась игра там был волк из ног покади он бегал ловил яйца да вот значит но это было примерно как я не знаю если бы сейчас сюда вот spacex приземлился бы из него вышел бы илон макс вот примерно такое же было бы событие у нас да значит и на весь поток и вот это нужно было писать и сколько должно было людей скоммуницироваться чтобы значит с этой игрой и и значит вот друг с другом по очереди каждый как бы получил там друг друга не убил и так далее куча была какие договоренности сейчас дети все имеют все имеют и вот и 2 я возвращаюсь к радости если ты все имеешь вот как по обрадоваться вот если ты жду ну ладно вы радуйтесь обычно для того чтобы мы чему-то порадовались у нас должен быть дефицит да значит если вы чего-то долго не можете получить вас желание станут все больше и больше ну то есть вот я помню мы редко очень там ходили в мороженец чебурашка на московском проспекте в городе ленинграде вы жили по соседству но ходим туда не раз в полгода каждый поход что был чебурашку это было событие вот когда показывали по телевизору была программа в гостях у сказки и и вбила леонтьева вот я пока не по пятницам 45 минут там это что-то длилось это все мероприятие все дети что ждали этой пятницы как просто ума помешаны смотрели просто какой там говно не показывали просто не отрываясь вот я их не к тому что нужно у всех вот забрать да и что было хорошо ничего хорошего не было я хочу чтобы мы как взрослые начали осознавать что раньше чувство радости у детей формировалась потому что они жили в мире где время от времени появлялись прикольные штуки о которых они мечтали про которые они думали которым хотелось заполучить потому что если у вас все сразу дается вы не можете вот этот так мозг устроен что вы должны для того чтобы получить сильное подкрепление вы должны иметь сильное желание если вы не особенно хотите и это всего если вы не хотите сильно есть что будет с предпотреблением пищи ну так не вку не особо вкусно если вы никаких ласк не хотите сердечных я придут детей много вот то значит и вам начнут предлагать вы тоже будете в нем настроение правильно вот если этого нету если что-то желаемо тогда она сразу приобретает ценность у наших детей к сожалению все есть к сожалению как это не ужасно звучит и но это неплохо плохо что мы не задумались а как мы будем тренировать в них счастливых детей которые умеют терпеть которые умеют вкладывать усилия которые имеют концентрироваться чтобы получить результат не здесь и сейчас просто взяв от под и к а через какую-то фазу когда это усилие будет применяться вот и это в общем две мне кажется самые важные вещи что мы должны думать про детей про мозг что мозг должен научиться испытывать положительные эмоции его нужно натренировать молодые люди вы сейчас про них вот я помню быть в лете знаете вот как это киты синие вот это все это были помните да вот галина мурсалиева тогда все начало это расследование из новой газеты вот мы с ним хороших товарищах вот она мне звонит говорит может такое быть не может вот я говорю может обратились к от сербского там еще что сказать вообще ерунда не бывает такой все это глупости вот мы потом сидел посмотрели вы понятны все нашли потом да реально но у нас очень депрессивные молодежь не будущего не видит каких-то вот этих вот желаний больших куда-то они такие есть но они ничего для этого не делать потому что не умеют как это делать но вот им все скучно и вы скучно и грустно и некому руку подать вот и в результате конечно любая это же даже получается веселая игра на таком фоне принца флориза или кто-нибудь еще помню вот поэтому тоже соскоки дура говорил вот да поэтому вот как она все развивается что мы в эту новую цивилизацию входим и нам надо позаботиться о том что понимаю насколько изменилась среда в которой формирует мозг формируется мозг в которой живет мозг как мы должны теперь действовать с ним что раньше можно было вообще не думать что у вас есть мозги ну потому что ну как бы знаете вы про и не знаете все равно все равно работает и а сейчас среда изменилась мозг занимается цифровая зависимость у него этот как его вся информация вот он способен воспринимать только вот это вот сейчас знаете в голливуде как сейчас будете смотреть сериалы обратите внимание последние новые которые делают они что сделали они взяли и вставили айтрекер это такая штука которая следит за движением глаз вставили в телевизор вы смотрите сериал и она смотрит на вас вы туда а она на вас и смотрит что вас глазом и выяснилось что если драматургическая линия вникните драматургическая линия является больше 10 минут то вы теряете глаз и потребителя то есть если вы берете часовой часовую серию сериала у вас должно случиться 6 самостоятельных драматургических сюжетов вот ни один что потому что что начали и что чем закончил же не помнит никто у вас должно быть здесь вот каждый тын-дын-дын-дын-дын вы смотрите набор скетчей такая называется comedy club comedy woman уральские пельмени раз нужно и вот они нашинкованы и вы вам кажется что вы смотрите кино а вам на самом деле показывают чтобы удерживать ваше внимание это я к тому насколько среда стала ядовитой насколько она влияет на мозги лишая на способности радоваться лишая на способности строить перспективные планы лишая нас навыков социальной коммуникации получение удовольствия социальной коммуникации быть какое дело но это не в неплохо эта жизнь было было хуже я вам точно говорю нам сильно повезло никто так хорошо никогда не жил как современный человек с уровнем медицины амана может не нравится но поймете антидепрессанты изобрели там 65 наверное примерно лет назад антибиотики там я не знаю 80 сколько лет назад вот вообще а без наркоза вы хотите чуть вам отрежем я все время порываюсь как ногу отрезать демонстративно вот никто не соглашается все время но вот представьте без наркоза была мы ее резали ну так себе удовольствие правильно да вот а сейчас отрежу даже вы почему потому что соответствующие есть препараты медицина на очень высоком уровне лекарственные препараты на очень высоком уровне мы просто надо понять чем сравнивать вот так я к тому что живем очень хорошо вообще просто шоколад вот нос в этом шоколаде и этот шоколад стал возможен именно благодаря этой информационной волне именно благодаря тому что обмен информации между людьми стал вот таким стремительным быстрым тогда раньше научную статью ты пишешь потом долго пишешь что хочешь библиотеку про это считаешь исследование на бумажке у меня такие были зайти надо был к теста посчитать какие-то там брали такую пластиковые такие были конверты но в которые сейчас они тоже есть вот так это ее отрываешь и вырезаешь квадратики нож ножиком чтобы ключ бланку теста подходил нельзя было в интернете набрать пройти тест такой-то и просто потыкать вот нужно было заполнить бланк а потом кто-то сидел и мучительно лишь прикладывал и в табличку считал результаты потом это все вот научную статью потом ты отправляешь и через полгода она выходит ну то есть в наших и в наших измерениях вообще времени такую нету вас за полгода три работы сменилась вот а или на работе 333 задачи да поэтому да из-за того что информация стала так двигаться стала все изобретаться значительно быстрее понимаете все то если у вас какой-то вас посетит какой-то стартап мысль а здесь не сделать ли мне вы сразу откровенные дети все приложения открывайте и смотрите сколько их таких уже сделанных да вот почему потому что в этом мире гигантское количество людей сейчас борется за конкуренцию потому что очень много образованных и в целом ну как-то в прошлом в середине девятнадцатого века население земли составлял 1 миллиард и образованных из них были едини ну там не единицы но вот но у меня обе про бабки неграмотные были если у кого чего там как-то может по-другому было вот у меня-то на пскопские там еще вот она так вот да поэтому сейчас вот из этой информации за этой образованности все начинает очень сильно производится в невероятных количествах генерится поэтому жизнь стала лучше но из-за того что она стала лучше во первых у нас появилась как-то больше времени поверьте вы в сутки тратите часы и времени на потребление мути ну это вот цифровое потребление мути часы и времени да вот да и у нас освободилась куча времени для того чтобы заниматься мучью вот это муть поражает мозги а вот и это такой видите процесс вы в одном месте выигрываете информация пришла коммуникации стали более простыми любого человека можете найти в каком-нибудь вконтакте фейсбуке там и так далее как как у меня есть письмо вид генштейна я собираю автограф у меня без письмо вид генштейна которого который он написал своей бывшей горничной с вопросом не видела ли она когда-то на 4 скульптора там такой он дружил со знаменитым скульптором а он потом съехал с местом день это было а он писал откуда катиться из пузов фаса мурицы кэви свой к и откуда из кэмбричным и неважно и он будет вот если вот пас пойди папу шукай может кто-то знает куда переехал это самый из великий философ современности так сказать пишет скульптору не последнему в вене и вот и не может найти вот и значит вы все вот это все вот сейчас такой сложности представить у них же ухожу по инстаграму было синий галкой там вообще не ошибешься значит и я вам про что рассказываю что вот это накопление вот этой вот информации она дала плюс вот потому что настало много мы стали все это производить и так далее другой стороны высвободилось время потому что не надо больше всего работать и в результате получается что мы тратим кучу времени на информационное потребление и она наши мозги которые вот так вот только мы как бы вот обнаружили в себе это недавно случилось толком на вот обнаружили сеченов написал рефлексы головного мозга ты 1900 какой 1800 какой-то 60 мне кажется могу напутать год первая книга нормально понять хоть как-то там что мысли связаны с этой ерундовиной вот да и соответственно хорошо и это плохо вот и для того чтобы хорошо стал по-настоящему хорошо нам придется применять усилие которые мы в целом правда не готовы применять потому что нам будут хорошо но так уже жемчуг что-то мелкий вот да вот а это а с другой стороны нам нужно в консолидироваться собираться друг другу помогать чтобы это все делать потому что в одиночку такие вещи не решаются вот социальности которые нас делает как бы хорошими людьми тоже просто так без других людей не появится вот и это стало самым дефицитным товаром очень короче говоря к тому что есть детские книжки их надо учить радости и социальности и книжки мои направлены на решение этих задач но поскольку здесь взрослые и многие без детей вот вам тоже надо решать две эти самые задачи вы уже не можете научиться быть счастливыми уже ушел поезд это в детстве вот сейчас вы должны придумать как создать условия при которых ваш мозг будет хотеть действовать и что-то рисовать перспективные планы наперед и второе это социальность вот конечно проще с людьми общаться по sms но в этом 20 очень просто да по sms можно познакомиться 1 миллион я всю статистику 1 миллион сто тысяч смахиваний в тиндере происходит каждую минуту в эти очень неудобно можно познакомиться расстаться только пока не женят еще там но скоро будут в целом ну а чего вот поэтому соответственно ну думайте про социальность не не думайте что вот как-то вы без других людей обойдетесь скиснете ли они неприятные я в курсе с ними много мороки они чего-то все время хотят ну как бы вот и всем недовольны и у них еще куча вопросов к вам и они все про вас лучше знаю чем они были ну как бы с ними есть нюансы с людьми но вот но вот вы как-то это переживите на вот потому что их присутствие в вашей жизни делают вашу жизнь объем не и наполняет ее смыслом вот значит это была моя бравурная речь вот а сейчас я я вечно какие-то оптимистичные речи все они толкаю вот но вы заметили я стараюсь находить плюсы а сейчас отвечу на вопросы на ваши дорогие друзья здесь вопросы да Да. То есть вы начали с мышления, а потом всё остальное. Да. Так, вопрос такой. Связанное с типом мышления разница в детях, которые постоянно вспоминают о других людях. Да. И старшая девочка у нас, она попадает в другую обстановку, и тут же, значит, не такие. Ну, как мы и раньше уезжали, да, бабушки. Вот. Именно этот тип мышления, вот что, и это не относится к типу. Значит, спасибо, что вы вспомнили, я, кстати, сам забыл. Ну вот, вот эта книга «Мышление системное исследование», в ней четыре части, и вот вторая часть посвящена, что такое мышление. И там я как раз, ну, как бы, думаю, размышляю над тем, и как бы для читателя, мне кажется, достаточно там понятно выстроено, вот, как постепенно наш мозг превращается в думающую машину. Потому что у детей эта машина не думающая, это такая бигдата с искусственным интеллектом, который пытается найти хоть какую-то, как бы сказать, корреляции в окружающем мире. Думающая машина – это когда вы находите способы изменять реальность, а не следовать ей, да. И вот эта думающая машина формируется в нас постепенно, и вот механику этого я действительно в этой книжке изложил. Вот, это кому интересно, как бы, более такое детальное, может быть, обсуждение. Потому что в книге «Счастливый ребенок» упора на мышление нету, потому что здесь упор-то как раз на то, чтобы его сделать психически здоровым, чтобы его сделать счастливым и успешным. Вот, это в будущем, это не промышление как таковое. Значит, ну, вопрос, который был задан, он связан с тем, значит, ну, являются ли какие-то поведенческие черты ребенка, характеристика его типа мышления. Это в книге «Троицы» рассказывано, что, значит, вот есть такие три базовых типа мышления, вот, мыслители-конструкторы и рефлекторы, которые действительно характеризуются и разными паттернами поведения. То есть, центристы – это люди более социальные, они очень хорошо строят то, что называется внутренний мир другого человека, у них развита вот эта «fair of mind» по-английски термин, вот, умение понимать, что у другого человека есть сознание, и что он там, как бы, в этом сознании воротит. Вот, обуславливается наличием большим количеством зеркальных нейронов. Конструкторы – это представители такого интеллектуализированного типа, у них подкорковые, у них корковые области являются ведущими при определении, как бы сказать, поведенческой стратегии. Рефлекторы – это более существа, живущие на ощущениях, на вот этом кончиках пальцев, вот, они все, как бы, вот, ну, то есть, они как такие вот оголенные нервы, ну, вот, они бывают в хорошем настроении, это, как бы, все, все могут быть довольны, потому что вас ждет радость, фонтаны, брызги шампанского и эти, вот. А если у них там что пошло не так, вот, то вас все ровно то же самое ждет, так сказать, берегись, вот. Да, значит, и, соответственно, можно ли по этим поведенческим паттернам, которые в детстве уже начинают отмечаться, действительно, если вы оставите ребенка одного, там, шести месяцев в комнате без матери, вот, то он заорет благим матом, вот, но одни дети будут орать, не прекращая, вот, а другие поорут, поорут, потом так оглянуться по сторонам, и сказать, что тут есть, ну, вот, значит, и, ну, то есть, вот эти различия, они обнаруживаются уже в детях, ну, вот, но, к сожалению, здесь, пока невозможно сказать по детской психологии, чем вы конкретно имеете дело, то есть, одни и те же поведенческие паттерны у ребенка могут быть обусловлены какими-то, какими-то, там, травмами психологическими, какими-то стереотипами психологическими, вот, а где-то генетикой, вот, и мы на детском мозге пока не знаем этого, да, и поэтому там психиатры говорят, что, ну, как бы, это можно перерасти, это нельзя перерасти, да, ну, то есть, вы все равно с этим останетесь, вот, там, условный СДВГ, если у ребенка ему стоит диагноз, то в 70% случаев он получит диагноз СДВГ взрослых, то есть, если он свой мозг уже разрушил, ну, при неправильном формировании, то это дальше ему будет наукой на всю оставшуюся жизнь, вот, поэтому мы не знаем, это то, что перерастается или не перерастается. Большое спасибо за интересное выступление. Возник вопрос. Как вам самому удается создавать те условия, в которых вы заставляете свой мозг действовать? И радоваться. Ну, в зависимости от психологического типа, люди, людьми мотивируются разными вещами, вот, если вы конструктор, то вы будете мотивироваться тем, что у вас есть возможность решать сложные задачи, вот, это странно может для кого-то прозвучит, но если вы конструктору говорите, мы будем платить мало денег, но задачи будут сложные, вот, то вы с великим вероятностью возьмете на работу именно конструктора, вот, рефлекторов больше восхищает возможность проявить себя и заявить о себе, вот, о том, что они могут, вот, как они это для себя видят и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот, я, поскольку диагноз мой центрист, центрист-невротик, вот, то, соответственно, моя мотивация очень простая. Это ответственность социальная за других людей, вот, и я удивительным образом постоянно умудряюсь впасть в какие-то человеческие обязательства, вот, и формально, хотя мне совершенно их нет нужды, как бы, ну, реализовывать, ну, вот, я их торжественно реализовываю. Ну, вот, что-нибудь придумаю, мне скажут, а, нам бы нужно было это, и я, давай уже это делать, а мне говорят, а тут вот это вот было, и вы сюда идете, а мы здесь, и вы так внезапно обнаруживаете, что у вас там и то, и то, и то, и в целом опять спишь по 6 часов, хотя, в общем, уже думал, пора перейти на 7. Поэтому разные мотивации просто у всех. Ну, я здесь не... Сколько хотите? Тут же дальше люди, они дальше будут, да. Хорошо, хорошо, отлично. Ну, например, спасибо за то, что несете в массы психиатрический, нейрофизиологический, генетический футуризм. А во-вторых вопрос, хоккей будет один, а следующего характера, пока шло забыло. Что-то два хотели жить. Нет, а просто второго, это сложнее просто. Знаете, все, что вы говорите, да, примерно, ну, и плюс то, что как бы видно в окружении, в соцсетях и так далее, четко понимаем, что истероидность, и рефлексия, которая бывает на риффильм. Эплекторство. Да. Это некое свидетельство успеха. Ну, имеется в виду, по крайней мере, вот эту ширму в соцсетях, кто-то заявляет нас совершенно активно. Я пока не понял, что... Хорошо. У меня, знаете, что было? У рефлекторов им свойственно сообщить о себе. Ну, то есть, вот если они есть, они должны о себе сообщить. И дальше я опубликовал пост, что у нас, значит, вот, начал, заработал сайт, можно пройти, значит, тестирование. Вот. И дальше в комментариях, я рефлектор, а я конструктор-рефлектор, а я рефлектор-центрист. И кто-то такой прочитает это и пишет. Тест не работает. А дни рефлекторы. Вот. Ну, эти вот... Есть нюансы. Так. Нет, я согласен. Ну, а глобально, если бы согласны, что рефлекторы в целом обществом воспринимаются как достаточно успешные люди? Нет. Окей, тогда вопрос продолжен. Значит, но, к сожалению, вот истероидность, ну, истероидность, все-таки ганнушки, наверное, сказать не могу. А истероидность очень сильно влияет на интеллект. Ну, как в писальном процессе истероидности, да, истероидность как форма кременсации на телеке? Отсутствие интеллект. Нет, вы просто здесь действительно говорите про ганнушкину, но если бы я делал типологию на ганнушкину в чистом виде, то там вы бы имели еще кучу всяких разных других типов. Согласен, можно ли я вопрос? Да, значит, я уже так прокомментирую, значит, три типа, про которых я говорю, основаны на Павлове, а не на ганнушкине. Они основаны на том, какая система является ведущей принятия решений. То, что касается ганнушкину, я же не рассказываю про психопатов. Истероидные психопаты, кстати, бывают совершенно выдающегося интеллекта, это им ничего не страдает. Они, правда, бывают маньяками и так далее, потому что они чувствуют сочувствие к другим людям. Вот, поэтому они могут обладать психопатой, истерикой, истерикой. Но тогда вы пользуете терминологию правильно. Я не рассказываю про истероидность ганнушкина и странно к ней апеллировать. Если вы хотите узнать историю слова истероидность, то она произошла в глубокой Древней Греции. Понимаете, называлась бешенством матки. Ну, давайте мы еще туда пойдем и что-нибудь пообсуждаем, что с маткой происходит. Ну, как бы, я тоже компетентен в этом. Не, не, забирайте про вопрос. Так. Еще раз, в моем восприятии, когда, опять же, что рефлекторство приводит к подавленному интеллекту. Да, и достаточно активно очень много людей, в том числе профессиональных, которые, ну, не сильно связаны с соцсетями, переходят в них достаточно активно в силу своего профессионального какой-то истории. И вот вопрос заключается в том, что, как, ну, по сути дела, переход в соцсети, ты меняешь психотипно, на самом деле, ну, по ощущениям. А поэтому как же, как прийти к тому, что ты будешь к рефлекторству, но при этом не переваливаешься в цифровую дебилизацию? Ну, предупрежу, да, что я не согласен с тем, что у рефлекторов хуже с интеллектом, он просто совсем другой, да, нужно понимать, что, значит, вот есть традиционное понимание интеллекта, вот, который возникло очень смешным образом. Нужно было во Франции определить, они вводили школьное образование, нужно было определить, это был конец 19 века, нужно было определить, каких детей в какие классы отправлять с учетом их подготовки, да, вот, и, соответственно, ряд психологов занялись созданием шкал, они придумали тесты, которые, задачки просто, которые должны были решать дети, и они в среднем вымеряли, какие задачки, в каком возрасте нужно решать, для того, чтобы попасть в соответствующий класс. Вот, и так возник первый коэффициент интеллекта. Вот, после этого коэффициент интеллекта трансформировался в известную IQ, который тоже представляет собой набор задачек, которые представители данной культуры в среднем решают вот с такой частотой, и вот, как бы, чуть больше решает вот такое количество популяций, чуть меньше такое количество популяций, то есть все, что понимается под интеллектом в вот такой классической терминологии, да, ну вот, по сути, это способность решать задачи. Вот, дело в том, что мы решаем те задачи хорошо, которые мы хорошо решаем, если мы окажемся в других условиях, мы продемонстрировали свою полную идиотию, вот, потому что я посмотрю на вас, как вы порешаете задачи, окажавшись где-нибудь на Амазонке, значит, там в одиноком племени, так сказать, или там где-нибудь у Масаев, ну вот, и чего будет стоить ваш интеллект там, да? Вот, значит, поэтому, когда я говорю о мышлении, я говорю не об интеллекте как таковом, я говорю о способе сборки интеллектуальных объектов. Что такое способ сборки интеллектуальных объектов? Вы имеете представление о чем-то, вот вы имеете представление обо мне, да? Значит, вы можете иметь одни и те же факты перед глазами, ну, во-первых, видеть одни, не видеть другие, а во-вторых, складывать их по-своему, кто-то будет как-то во мне видеть какую-то там сущность и вот говорит, что с вами случилось, вы были добрым доктором, мы стали чудовищем, вот, значит, ну, заболел, наверное, вот, да. Да, ну, конечно, никакой, ничего со мной такого не случилось, но есть люди, которым важно, как бы, вот, увидеть сущность и от нее интерпретировать все поведенческие ходы, вот, есть способ, когда вы просто видите набор, как бы, фактов, которые вы вставляете в определенные закономерности, которые вы где-то в другом месте подхватили, ну, то есть, вы узнали, что там все, кто работал на телевидении, они, ну, кто-нибудь нехорошие, вот. Значит, соответственно, если он работал на телевидении, значит, вот, ну, и так далее, это причинно-следственные такие связи, это конструкторские способы сборки. Рефлекторский – это образ, он мне нравится, а она великолепна, и все, и достаточно, ну, как бы, можно добавить нюансировку, но, собственно говоря, этим сказано все. Это разные способы сборки реальности. Вы видите внутри головы разные фильмы. Одни видят их вот из этих сущностей, другие из закономерностей, из соцсети, ничего этого не случится. Вы все равно будете обращать внимание, например, на причинно-следственные связи, или будете обращать внимание, насколько там психологическая глубина есть или нет, например, да, насколько это красиво и модно сделано, стильно там и так далее. Это ваш способ восприятия. Вот. Когда вы действительно представляете себя миру, вы рисуете свой образ для других людей. Вот. У нас в Академии Смысла там целое, у них на этапе красной таблетки есть целое занятие, которое это посвящено, потому что мы не понимаем, насколько мы работаем на публику. У нас нет вот этого, даже если я вам скажу, что вы постоянно работаете на публику, вы скажете, ну, да, вот, но вы не поняли ничего, ну, вот, потому что вообще, ну, это можно показать и увидеть, ну, вот, что на самом деле основная часть нашего поведения, она направлена на публику. Вот. Есть люди, которые выходят в социальные сети, потому что им действительно нужно себя продемонстрировать. Есть люди, выходят в социальные сети, потому что если тебя там нет, то у тебя нету коммуникации с тобой там и так далее. То есть есть, когда ты не можешь не строить собственный образ, а есть, когда тебе нужно строить собственный образ. Ну, согласитесь, это разные, ну, как бы, да, если вы умеете использовать образный ряд, ряд если вы потренировались у себя развить те навыки добавить к себе те скиллы до которые принадлежат другим способом мышления а у вас недостаточно развиты но вы сделаете это все как-то ярче и красивее ну вот меня все время спрашивают что кто-то у меня стилист я все иронизирую что я могу одеться сам пока еще может быть скоро это будет уже не так но пока я справляюсь вот но я же просто выучил как это делать то есть я работал в компании медийный значит и ходил я в какой-то совершенно обычной одежде удобные комфортные там и так далее не сказали что будьте любезны и привести себя в соответствии ячек военный вы не сказали я пошел выяснил как это делается выучил подходы как бы и могу цена потом ну как просто вы достаточно каких-то нюансов просто зрительной коры все-таки этом учета живопись как-то наблюдал раньше еще что-то знаю как цвета сочетается еще что вот и в целом и все это достаточно но это наработано дополнительно на бок то есть это не то что вот я родился с чувством прекрасного нет родился с чувством ответственности да это вредно по детству много ответственности обрать потому что сильно по башке получаешь все самые все центристы думаю что они самые умные и они им так ну чтобы не возникали вот да научим короче говоря да можно наращивать вот это достали дополнительную компетенцию да вот но вы тот кто вы есть что переключение задачи на давайте дальше пойдем уже мне кажется следующий вопрос ну на самом деле да не бывает все правильно хороший вопрос значит значит есть у меня очень есть книга даже называется счастлив по собственному желанию значит когда я пишу как психотерапевт я рассказываю о том как увеличить чувство счастья ну радость какая положительные эмоции как их сделать чтобы они превалировали в репертуаре жизни когда я рассказываю в красные таблетки что счастье не существует я рассказываю что нет такого состояния такой реальности в которой входит человек и чувствует себя счастливым ходит по облакам но бывает ну вот такое психическое расстройство это часть маниакально депрессивного психоза у них маниакальная часть иногда проходит вот в полном счастье длится длится пока в общем не не схватят вот да значит поэтому если говорить про как бы вот это ожидание счастья наши иллюзорные есть книга соответственно убить иллюзии которые рассказывают вот этому иллюзорном счастье которые нам в детстве рассказывали вот это с тех пор они жили долго и счастливо и умерли в один день они по моему вот надо было всю дорогу врать чтобы потом вот просто забраться так что просто даже уже просто чтобы брали 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 ну сказка в районе в ней навек ладно а потом просто уже сказка законе просто мы да ну мы все ожидают каких-то вот совершенно фантастических отношений что все за ним будут бегать понимаете целовать песок по которому она ходила вот значит чтобы всякие чтобы этот как его все как борщи варила понимаете в ягри пела вот и так далее ну как бы скую кучу всяких запросов этих все идиотически это все не женится с реальностью ну вот почему мы живем в этом бреду потому что мы в какой-то момент усвоили соответствующее ожидание там и так далее и роста нет счастья у меня но его и не бывает все нормально теперь давай подумаем как испытать эмоцию счастья без счастья вот как известно еще со времен и пикте то вещи не бывают хорошими или плохими такими их делает наше отношение к ним как мыслить как устраивать свой мыслительный процесс чтобы достигать результата есть такие методологии не совсем научно доказаны как 3 теория решения запретательские задачи вот хотелось бы получить ваши комментарии касаемо 3 и связано с ними ну я очень хорошо отношусь к таким направленным на реальность ну потому что есть вот когда вас учат мышлению космическому какому-то видеть чакру там или еще что я вот тут отношусь сомнений вот ровно как я не очень люблю все что касается обучение креативного мышления порви тетрадку сделай мне дырку на что тебя навела ассоциации показывает какой-то г ну вот ну вот как бы на но на то и навело вот значит да поэтому вот к этим технологиям я отношусь с большим скепсисом вот но существует действительно ряд таких интеллектуально ориентированных практик например дебоноса своим латеральным мышлением 3s как значит это хорошие такие тренажеры которые действительно учат мышлению не как бы выходить за рамки такого очень ну стандартизированного мышления потому что мы конечно после того как один раз что-то придумали мы второй раз передумывать не будем вы к выходите из душа вы все время вытираетесь одним и тем же способом было бы странно мозгу создавать 25 способов выдирания вот причем вы вытираетесь вашим собственным индивидуальным вот но он один ну там два на всякий случай это из души это из ванной вот и собственно на этом как бы сказать алгоритмы закончились вот и вот такие практики разные интеллектуальные я считаю что они как бы сказать очень имеют право на использование и расширение так сказать опционалом принятие решений и картирование реальности но я когда писал вообще монографию и методологию по мышлению меня интересовало не мышление как вот как как вот такая прикладная функция мне было интересно каким образом мы можем использовать тени и физиологические знания которые у нас есть на данный момент к тому чтобы описать то как мы организуем свою жизнедеятельность в принципе да как мы создаем модели реальности почему мы их создаем именно такими чем обуславливается их сложность там и так далее вот поэтому если говорить сугубо про методологию то она решает другую задачу не как обучить мышлению она решает задачу как построить модель реальности максимально корректно для того чтобы с большей эффективностью решать задачи в этой реальности то есть чем точнее карта тем будет лучше маршрут которую по ней прокладываете вот если говорить про чертоги разума там излагается механика вот которая связана действительно с одним из вообще как бы механизмов определяющих вот мощность нашего мышления вот и там конечно большей части посвящено не каким-то задачкам да не каким-то техникам да вот больше посвящено тому чтобы мы наконец задумались что мышление происходит без нашего участия и вот это очень важно понимать потому что если вы понимаете что ваш мозг думает сам по себе и вы являетесь только как бы как это адресатами его соображений до ветра мотивов гонят облака мысли проливающиеся дождем слов вот если вы это для себя осознаете вы понимаете как важно что вы грузите в свой мозг если вы понимаете что он сам все свалит ну вот важно что вы в него грузите и важно насколько объемно вы его используете то есть вы мыслите отдельными какими-то фрагментами так тоже можно или вы действительно способны охватывать большие системы вот собственно если говорить про чертоги разума и мышление про который я говорю в практическом приложении то это в большей степени обучение тому чтобы как-то слышать как работает эта машина загружать не целенаправленно факты иметь должное чувство любопытства то есть озадаченность вот но и есть там некие инструменты виде факт картам и так далее но это опять же инструмент мышление не на бумаге мышление в дефолт системе вот ну что ага раз вопрос заключительный хочу поговорить вас вообще что вы пришли что у людей спасибо а не вот и вот и пожалуйста вот вопрос что книги кратая таблетка сегодня уже упоминали смотрите вы говорите что четвертая революция технологическая уже идет полным ходом это дословная цитата и вы упоминаете такой момент что разница между богатыми и бедными людьми идет очень большим ходом есть такой факт что 8 людей из списка фонд владеют состоянием как три с половиной миллиарда людей у меня вопрос как связанный с этой тенденцией как вы считаете вообще этот разрыв будет дальше идти или он каким-то образом уменьшится и богатые люди и богатые люди будут каким-то образом нами донуты нами что это догнать но начну с конца не догонит наш не догонишь называется ты как пели значит этой песне от это не догнать конечно вот но чтобы все представляли в общем да что вот состояние билла гейтса если мы переведем это в рост то вот сравним его со средним американцем роста да то его рост будет от земли до луны вот если вы готовы это догнать вот я боюсь там голова может закрушиться в какой-то момент и стратосфере запутаетесь вот но это я шучу значит если серьезно говорить до 4 технологическая революция идет ее собственно говоря есть даже книжка шла бы она может где-то здесь валяется книжка так себе не буду рекламировать ну вот он основатель доборского экономического форума и он собственно сформулировал вот это что я 4 технологическая революция которая действительно происходит потому что в нас всюду окружает искусственный интеллект нас всюду окружают роботы мы просто этого еще не осознаем не понимаем нам кажется что в общем ничего не поменялось вот и соответственно как бы технологизация автоматизация и так далее так далее так далее это мировой тренд и сейчас все компании бьются не жизнь а насмерть на то чтобы получить ключевые технологии которые позволят но вот может быть вы слышали этот последний громкий скандал с хуэвэй с гуглом там и так далее но вот чтобы вы понимали значит папа оценкам они обогнали как бы конкурентов в разработке оборудования способного обеспечивать опять же значит на полтора два года ну то есть вроде бы небольшой срок теперь я хочу чтобы вы на секунду представили себе что такое 5g значит 5g это значит что все автомобили которые находятся в москве могут одновременно общаться с друг другом например того кто куда где находится кто куда едет то есть вот они одновременно будут это делать вот что они еще могут все эти делать люди как и в эти как не люди машины с такой скоростью интернет из такой проходимостью а вообще им даже надо вышки для этого оборудования строить хуавейс разобрал не как чемодан для бумаг передатчики 5g то есть можно просто проехать в москве поставить как бы сказать несколько чемоданов вот и в сеть машину с автопилотами возьмут на себя полностью управление автотранспортом и забудьте про водителей забудьте про то забудьте про это никаких аварий вообще ничего и прочее вот значит ну и представьте что случилось с америкой когда она это услышала что это технологии дошли до фактического вот просто google запретили искали убрать свои все приложения почту gmail и так далее с huawei вот короче говоря идея в том что в том что мы сейчас вот войдем в фазу когда технологические вот эти вот рывки они будут совершенно как бы непредсказуемыми и в этом смысле каждый из компаний просто безумно ну то есть сейчас идет игра между очень ограниченным количеством игроков на рынке вот но условно говоря это тот же google это facebook это amazon это там не знаю apple да ну в общем там условного я не знаю там двадцатка тридцатка там и так далее потому что условным искусственным интеллектом занимаются все большими данными занимаются все экосистемами занимаются все ну то есть вот все занимаются тем чтобы стать той одной компании через который вы будете получать все услуги значит и какая-то прорывная технология может дать какой-то из компаний безусловные абсолютное преимущество над всеми другими и мы все вместе дружно перейдем на huawei на apple на и так далее вот поэтому как бы мы конечно внутри вопрос вообще в принципе не в конкуренции сейчас с этими ребятами ну вот вопрос он собственно говоря стоит в том что какую мы ценность сами для себя был ну как бы какую ценность мы будем собой представлять через вот какую-то фазу вот потому что сейчас вся наша экономика мы друг друга развлекаем я написал книжки в их почитали ну вот возник бизнес мы продали ну вот но это же все какая-то так сказать развлечение же да и это все кругом такое развлечение но там где-то еще нефть качают с газом тоже развлечение по большому счету никакой ничего серьезного не производится в этот момент ну вот и дальше вопрос ну как бы наши собственные ценности кому мы будем нужны в конструкции при которой мы в принципе будем не особенно нужны вот и это важный вопрос который каждый сам себе должен задавать вот если у вас те компетенции которые будут востребованы в тот момент когда основная масса всех проблем будет ваших задач решено ну условно говоря я думаю что где-то 25 27 год у вас у всех будет на кухне стоять 3d принтер который будет печатать еду какую чтобы какая вам понравится вот но если нам повезет что мы дойдем до этого момента форция значит да то как бы сказать это станет обычной бытовой продуктовой техникой то есть я просто имею ввиду что ну как бы разрыв не то что не сократнее уменьшится он как бы он просто превратится в то что как бы есть держатели и инструментарии на который способен произвести блага без людей ну то есть очень небольшим количеством людей и и есть остальная биомасса которая должна находиться в каком-то уровне довольства вот поэтому тренируются системы анализируется можно ли людям платить даром что чтобы называется безусловный базовый доход вот чтобы государство просто давала деньги на прокормиться вот такие эксперименты прошли финляндии прошел он неплохо вот вроде как ну вот но понятно что там финны не показательны для всех они вообще особенные вот поэтому в общем короче говоря такая будет проблема да и вообще ценность денег сейчас тоже будет дезавуирована вы просто спрашиваете про деньги вот вот у меня есть работа называется интеллектуальный ресурс я там пишу про экономику про что с ней происходит я бы сейчас даже повеселее написал чем тогда но вот но но ценность условно говоря если у вас есть 5g технологии ну как бы сколько у вас денег а а если вы научились редактировать геном сколько у вас денег понимаете это ну как бы это все стало по-другому я веселую рассказываю даже все веселитесь вам всем довольны да все так что Продолжение следует...